МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 января 1944 года указом Верховного Совета СССР 19 белорусским партизанам было присвоено звание Героя Советского Союза. Были среди них и хорошо известные сегодня бобруйчанам Виктор Ильич Вивенцев и Сергей Иванович Сикорский. Первый во главе бобруйской партизанской бригады громил гитлеровцев при Березинских лесах, селах, местечках. Второй руководил партизанской борьбой на Брещене. Неслучайно их имена носят улицы в бобруйских микрорайонах. Вторым указом в тот же день были удостоены орденов Ленина врач Владимир Осипович Марзон и композитор Евгений Карлович Текотский, чьи имена тоже увековечены в названиях больницы и школы искусств нашего города. И тем же документом было зафиксировано награждение орденами Красной Звезды, трудового красного знамени и знак почета небезызвестных в Бобруйске. Соответственно, партизанки Елены Михайловны Баландины, артиста Владимира Иосифовича Владомирского-Малейка и поэта Вимина Емельяновича Панченко. А буквально через неделю уже указом Президиума Верховного Совета БССР звание народного артиста Беларуси было присвоено еще одному нашему земляку, оперному певцу Израилю Рувимовичу Болотину. Все это не могло не свидетельствовать о победоносном продвижении войск Красной Армии по Белорусской земле и о скором освобождении нашего края от фашистской нечисти. Уже к середине января вновь стал советским МОЗы, центр Полесской области. А оперативная сводка Совинформбюро от 15 января сообщала, что на запад и северо-запад от Калинковичей наши войска с боями продвигались вперед и выбили противника из нескольких населенных пунктов. Но раненый нацистский зверь еще огрызался и был опасен в своей агонии. Поэтому фронт остановился на добрых пять месяцев. Началась подготовка к грандиозной белорусской наступательной операции Багратион. Продолжение следует...